Итак, феминизм и христианство. Такая штука, о которой я буду рассказывать из основного своего опыта, и это опыт в основном православия. Потому что мне всего 20 минут, и мне надо было сокращать всё, что я хотела сказать. Поэтому в основном будет о православии и о понимании, как я понимаю, то, что происходит сейчас в церкви, и с точки зрения феминизма, как на это можно посмотреть. Во-первых, насколько религия важна для женщин. Она явно важнее, чем для мужчин. Можно убедиться, зайти в любой храм, в любой религии и увидеть своими глазами соотношение на дети-мужчин. Эта картина примерно всё время происходит. Хотя именно женщины ничего не получают за вен материального. Мужчины могут сделать карьеру в церкви, им там обычно всегда рады. На женщин смотрят как на второй сорок или на третий, но женщин всё равно в храме стабильно больше. В чём причина? Ну, изначально можно подумать, что это женская гендерная социализация. Я сейчас буду говорить ЖГС, потому что мне сложно это говорить. Но это вряд ли, потому что они сильно различаются. ЖГС, например, требует от женщин выглядеть привлекательно. Но в церкви процветает махровый бодипозитив, то есть там отсутствие косметики, юбки, мешки, вот это всё считается нормальным. ЖГС требует обслуживать мужчину сексуально и в первую очередь сохранять семью. Но очень часто браки становятся на грани развала именно из-за религии. Например, в пост нельзя им и в том числе секс. Походы в храм занимают большую часть выходного дня. Ну и женщина вообще откликается от семьи, от религии иногда полностью. Есть версия, что религия в делах непрактичных людей, а женщины в большинстве непрактичны. Но это, конечно, стереотип, потому что женщины могут быть вполне практичны и на работе, и в быту, и в жизни. Они могут занимать ответственные должности, воспитывать детей, вести семейный бюджет. И при этом они верят в Бога и выходят в церковь. То есть такие женщины тоже есть, и их много. Некоторые говорят о том, что на самом деле всё же ЖГС, потому что религия проповедует смирение, особенно для женщин, а это самое оно и есть. Но на практике могу сказать, проповедь смирения не действует вообще. Это заметно. Вот. Моё мнение, почему женщин в церкви больше, потому что женщинам больше свойственна духовность. Именно как поиск смысла жизни и смерти, сознание и себе больше, чем материальным существом. Это главный мотив прихода к любой религии практически любого человека. Большинство этих людей женского пола. Есть другие мотивы, то есть несчастье, либо семейная традиция. Но если главного мотива нет в поиске смысла жизни, то это всё очень поверхностное время. Вот. Но есть проблема важная для всех думающих людей, что смысл это хорошо. Но что делать, если в результате узнаёшь, что ты человек второго сорта, что главное в твоей жизни подчинение, что ты должна делать бессмысленные вещи по причине своего пола. Хотя в общем к тому самому смыслу эти вещи отношения не имеют. Примеры видно сразу. Заходишь в церковь, женщина слева, мужчина справа. Комментарии, что правая сторона главнее. К причастию очередь сначала дети, потом мужчины, потом женщины. Если монастырь, сначала монахи. Карьера. В монастыре женщина может быть настоятельницей. Это потолок для духовной карьеры женщины. Священником женщина, конечно, даже близко быть не может. В простых храмах женщина может петь, читать, прибирать, следить за порядком. Но когда это делает мужчина, у него есть обычно некий чин. Например, читать цапа на морям. Он может носить специальную одежду, этим показывать всем свою причастность. Священные те же обязанности выполняют как бы неофициально, ничем не выделяются. И во многих храмах не скрывают, что предпочли бы видеть на их месте мужчин, просто мужчин мало. Противоречие с христианским учением здесь налицо. Потому что, есть у нас такая цитата, «Нет мужского пола ни женского, ибо все вы одно, во кресте Иисусе». И я в этой ситуации решила разобраться по истории и по источникам. Сначала немножко истории. То есть, что у нас было с правами женщин в той эпохи, когда заражалось христианство. Это первый лет Мавыэры. Было очень плохо. Это было примерно как в Саудовской Аравии сейчас, только, может быть, немножко хуже. Женщины не имели права решать практически ничего в своей жизни. Материально полностью зависели от семьи. Юридические считались практически собственностью мужчин. На обычном бытовом уровне процветала бытовая мизогения, а на культурном уровне – культурная. Женщины считали глупыми, развратными, балкливыми, лживыми, ни на что не способными, кроме как рожать детей и выполнять домашние обязанности. Это транслировалось через народное творчество, через язык и искусство. Такая ситуация была и в Удее, и в Греции, и в Риме. Нюансы могли различаться, но не серьезно. В таком обществе писались источники. Посмотрим их, например, каноничности, мизогении и достоверности. Под достоверностью я сейчас подразумеваю не соответствие содержания исторической правды, а достоверность самой книги, то есть по времени написания, по авторству, по наличию ресурсов и посторонних вставок. Ну, каноничность – это понятно, что насколько книга признается церковью важным источником. Женщины. Главным источником информации в христианстве является Библия. Она состоит, как известно, из двух частей – из Ветхого и Нового Завета, которые тоже состоят из многих книг. 50 в Ветхом, 27 в Новом. Есть еще каноны различной степени давности и известности. Это решения Вселенских соборов, например. Есть писания святых отцов, просто книги написаны святыми. На все это православные ссылаются в оправдании своих традиций. Каноны имеют разные уровни важности, и Евангелие – это канон номер один. Это первые четыре книги Нового Завета. Описывают жизнь и проповедь Иисуса Христа. По достоверности являются одним из самых достоверных источников. Сомнению, ученых вызывает только авторство книг, но, с другой стороны, авторство здесь было приписано книгам позже и в создание. Сами источники на линию. По результатам изучения историками, расхождение за 2000 лет в книгах составляет примерно 2%. Это очень мало. Большинство их не влияют на смысл текста или влияют не значительно. Современные переводы Евангелия учитывают новейшие археологические открытия. По времени создания – это первый век. Так что это действительно античная литература, которая дошла до нас практически в первозданном виде. По мезогении Евангелия сильно уступают даже современной литературе. Нет стереотипов женское и мужское, нет различных заповедей для мужчин и женщин. Имения женщин уважаются, нет мезогинных поговорок и прочих продуктов культуры. У Христа есть ученица женщины. За исключением некоторых моментов создается впечатление, что событие происходит в наше время. Конечно, большинство действующих лиц – это мужчины. Есть намеки на то, что все же происходит вокруг. Например, когда апостолы пересчитывают народ и пишут цифру, не считая женщин и детей. Но таких примеров немного, это удивительно, с учетом того, каким тогда было общество. Канон номер два – это прочие книги Нового Завета. Деяния апостолов, послания и апокалипсис. Также описывают события I века, но уже позже Христа. Апокалипсис к нашей теме не относится, послания рассмотрены. По достоверности к ним есть вопросы. К некоторым вопросов нет, они точно подделки. Тем не менее, они входят в церковный канон, церковь их читают и учитывают, хотя все знают. Но вслух сильно не говорят, что это неверно. Достоверных посланий, точно достоверных, по которым сомнений нет, всем. Это послания апостола Павла Римлянам, Коринфянам I и II, Галатам, Филипийцам, Фессалоникийцам I и Филимонам. Но и в них попадается несколько небольших фрагментов, которые можно считать поздними вставками. Изначально посланий, как и Евангелия и апокалипсисов, было больше, но их недостоверность доказали еще в IV веке, когда сформировали канон. По степени мезогении можно сказать, что их больше, чем в Евангелиях, это уровень примерно современной серьезной газеты. Встречаются мезогенные поговорки вроде «Бабьей басни» и «Благожевательный сексизм». Если сравнивать, безусловно, подлинные послания с сомнительными и точно поддельными, то уровень мезогении пропорционально повышается. Чем подлиннее, тем его меньше. Канон номер три – это Ветхий Завет. С ним сложнее. После нового он как бы отменен, но как бы не совсем. В книге «Деяния апостольский собор» решил, что правила из этих книг не нужны, оставим самое основное. Самое основное, что они оставили, написано здесь. Это из всех 50 книг Ветхого Завета они оставили. Я тоже не знаю, что такое удаление, но предполагаю, что это относится к пищевым запретам. Но, конечно, так все и думают. Также и доложертвенная – это тоже пищевой запрет. И кровь, скорее всего, тоже, потому что именно в Урееве есть запрет, пищевой запрет на кровь. Ну, а дальше идут уже моральные правила и делать другим того, чего себе не хотели. Поэтому Ветхий Завет стоит ли рассматривать вообще как канон вопросов в церкви? Он считается обычно исторической книгой, важной для понимания христианства. Но большинство христиан, по моему опыту, ее не почитали. А теперь еще наставить. Канон номер 4 – это все прочие книги, в том числе написанные святыми отцами. Это вот так вот он мог бы выглядеть, если бы мы его собрали в пищу. Есть также в него входят правила вселенских и прочих соборов, которые никто не отменял и никто не соблюдает. Но иногда их цитируют. Вообще на практике берется из огромного количества вариантов то, что в данный момент нравится. Обосновывается нужными цитатами, притянутыми из Библии. Или получается правило, которое может стать традицией, либо не стать. По уровню мизогиния этот канон очень разнообразен и зависит от автора. Есть такие, которые женщины называют чуть ли не источником всякого зла, их немного, а есть вполне соответствующие Евангелия. Но даже самые же ненавидческие, впрочем, не призывают насилие над женщинами, не отрицают наличие у женщин души и возможности духовной жизни для них. Это уже современный тренд. Из этих всех источников складывается современная практика церковной жизни. И рассмотрим ее с точки зрения женщин. Примеры дискриминации начинаются с внешнего вида. Сразу, как только женщина заходит в церковь, еще ничего не зная, она сталкивается с дискриминацией по внешнему виду. Вот это у нас юбка и платок. Есть иногда говорят, что это не совсем дискриминация, потому что для мужчин тоже есть правила, но есть разница. Мужчина должен снять шапку, если она есть, то не сложно. Женщина должна одеть платок, а если у нее платка нет, это тоже вызывает сложности. Правила по платкам и юбкам имеют разное происхождение. Ношение юбок происходит из Ветхого Завета. Вы видите вот сюда, там, откуда оно происходит, что на женщине не должно быть мужской одежды, а мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок будет господомогом твоим всякий, делающий сием. Но мы помним, во-первых, что правила Ветхого Завета отменены Новым Заветом, а во-вторых, женские брюки, брюки это женская одежда, ну, чекак ни крути. И писались эти слова тогда, когда и мужчины, и женщины носили юбкие платья. Вот. А водки основаны на Новом Завете. Это очень большая отстата, которая тут несколько сократила, но основной смысл понятен. Вот. Я ее читаю. «Всякий муж, молящийся или пророчествующийся, покрытой головой, постружает свою голову. Всякая жена, молящийся или пророчествующийся, покрытой головой, постружает свою голову, ибо это тоже, как есть, она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть истрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. И так муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Рассудите сами прилично, для жене молиться Богу с непокрытым головой. И сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него, но если жена растит волосы, то для нее это честь, так как волосы даны вместо покрывала. Итак, следующее. Вот, самое начало. Мужчины сами нарушают правила, написанные для них же. И эти мужчины это священники и монахи. Если можно зайти просто в любую церковь на службу, мы увидим, что священники там полностью в шапочках, и молятся в шапочках. И волосы у них длинные. И волосы у них длинные бывают. Да, то есть для себя они сделали такое вот исключение. Никак это не весного. А от женщин требуют буквального соблюдения того, что здесь написано. И дома, говорят, одевают, что же. Да. Молиться в платках надо. Да. И это не то же, как раз это вот отсюда. Не понимаешь, волосы как покрывала. Даже идем до этого момента, спокойно. Дальше. Следующие стихи говорят, следующие, плюс несколько вырезанных, говорят о том, что вся эта фраза относится, все, что относится к платкам, относится только к замужним женщинам. То есть слово «девушка» оно и в оригинале, и в переводе, оно всегда пишется отдельно, как девушка, или дева, или девица. Если пишется «жена», значит имеется в виду замужняя женщина. То есть все эти правила с платками, они относятся только к замужним женщинам. Вот мы видим примеры девушек в храмах. То есть еще в XIX веке правила это помнили и знали. Здесь вот на переднем плане две девушки. Вот там одна девушка, и они весь платок. То есть это все наши предки понимали все правильно. Вот мы почему-то перестали это понимать, наши современники. Вот. И теперь смотрим еще дальше. Есть несколько исключений и для замужних женщин. То есть если женщина стрижет волосы, она не должна покрываться. Если женщина бревет голову, она не должна покрываться. Если женщина отращивает волосы, они вместо покрывала, значит покрывала не нужны. Следовательно, женщина должна покрываться только у всех остальных. Чемки-то. Это просто апостол Павел, что он не обидел. Апостол Павел плохо ловит. А, где вот, да? Прямо. Ну как это еще можно прочитать? Что касается происхождения этого обычая, то апостол Павел ссылается на природу. Ой, извини, я подумала. Ну, в любом случае, он ссылается на природу, здесь тоже видно. И не на Бога, а вот чисто на свои собственные такие вот размышления об обычаях. Вот. И теперь можно следующее. А можно я вот сразу вопрос задам? Получается, что природа отдельно от Бога существует в понимании Павла? Ну, когда он, видимо, да. То есть, как бы он не считает, что природа часть Бога, потому что это создание Божие. Да. Или это было выражение, что это же и так очевидно, но по природе. Да, скорее всего, это было такое выражение. У меня сложилось впечатление от старых текстов, извиняюсь, насколько я права, что, ну вот, когда люди религиозные пишут о природе, они как бы это-то присправляют с Богом. Ну, смотря кто пишет, разные люди. Так, а это у нас вторая большая проблема женщин в церкви, это месячные. И еще период после родов 40 дней, когда женщина оказывается в нечистоте. То есть, это вообще страх и ужас. То есть, когда женщина уже привыкла к некоторым странностям, она вдруг узнает, что бывает такая вещь, как нечистота. Это, в это время нельзя участвовать в таинствах, пить святую волю, прикасаться к иконам и так далее. Ужасно, когда такое происходит во время паломничества. То есть, женщина ехала к какой-то святыне иногда через ту страну, но в результате не может даже близко к ней подойти. Вот. В храм, правда, заходить можно. Когда я ходила в храм, я всегда знала, если мои знакомые, постоянные прихожанки не идут в очередь на исповедь, значит, у них это самое новое. Это тоже относится почему-то в основном только к православию. Другие конфессии как-то рефлексировали и, большей частью, отменили эти запреты. Но в православии... Можно даже скрывать, на уши не написано, а ну что за руку как-то. Ну, в октябре все видит. Да, ладно, никому же не рассказывай, ну и ходи ты с ними, и никто не узнает. Это просто совестливые люди, сами уже сидят, себя застыдили. Ой, я грязная, не пошла. Во-первых, они много раз это слышали, что это нельзя, что это страшный грех. И понимают, что скрывать такое Бог накажет. Ну, давайте дальше. Вот, эти страшные запреты появились из Ветхого Завета. Там существует масса предписаний относительно чистоты и нечистоты человека. Нечистота — это прежде всего мертвое тело, некоторые болезни и стечения сколовых органов мужчин и женщин. Но в Новом Завете Спаситель радикально переосвечивает эту тему. Прошлое миновалось, теперь всякий, кто с ним не в самолету живет, тем более не имеет смысла вся остальная нечистота. Христос — есть сама воплощенная жизнь. Апостолы учили так же. Конкретных указаний на то, считать две женщины в период месячных нечистой, мы у них не находим. Если исходить из проповеди апостола Павла, то и месячные, как естественный процесс нашего организма, не могут человека отлучать от Бога и благодать. У апостола Павла есть такая прекрасная фраза, что «Ничто не может отлучить меня от Бога», и тут же наши некоторые товарищи добавляют, ну, кроме месячных. Мы знаем, что древние христиане еженедельно даже под угрозой смерти собирались в домах, служили в литургию, причащаться. Если бы были из этого правила исключения, например, для женщин в развитых периодах, об этом бы упомянули древние церковные памятники. Они ничего об этом не говорят. Но вопрос такой ставился. И в середине третьего века ответ на него дал святой примен к римске, сочинение апостольских постановлений. Вот здесь ответ написан этого святого, я его сейчас зачитаю. Если же кто наблюдает и исполняет обряды иудейские относительно извержения семени, течения семени, заитий законных, то пусть скажут нам, перестают ли они в те часы и дни, когда подвергаются чему-либо такому молиться или касаться Библии, или причащаться их христии. Если скажут, что перестают, то явно, что они не имеют в себе Духа Святого, который всегда пребывает в сверующем. В самом деле, если ты, женщина, думаешь, что в продолжении семи дней, когда у тебя месячная, не имеешь в себе Духа Святого, то следует, если скончаешься внезапно, то отойдешь, не имеющий в себе Духа Святого, ерзновения и надежды на Бога. Но Дух Святой, конечно, присущ тебе, ибо незаконное совокупление, нерводы, нитечение крови, нитечение семени во сне не могут оскорнить естество человека и отлучить от него Духа Святого. От Духа отлучают одно нечестие и беззаконная деятельность. Также пишут святые, святые Григорий Двоислов, святой Афанасий Александрийский. И то же самое примерно в сирийском предхристианском документе 3 века, где доскали. Но были и противоположные мнения других людей, которые тоже святые, они считали, что нельзя. Это святые Дионисия, Афанасий и Тимофей Александрийский. Ну, еще некоторые. Но в православной церкви нет определения на этот счет, принятого на соборе. Есть лишь авторитетное мнение святых отцов, но мнение отдельных отцов, пусть даже в чьем авторитетном, это не канонная церковь. То есть этот запрет, он канонически не обоснован, но мало кто об этом знает, потому что обычно священники говорят, ну нельзя. Хотя вот то, что я использовала как источник, это тоже, кстати, я священника написано. Вот он приводит вот эти вот штуки. Брак. В Евангелии нет ничего о том, что жена должна подчиняться мужу, кто глава семьи, кто должен наносить мусор и прочее. О семейной жизни только пару раз вспоминается, что надо почитать родителей. Причем мать и отца одинаково. Тема семейной иерархии возникает в посланиях апостолов. Вот самый большой отрывок, самый подробный, как его немножко сокращение привел. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж едет глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужьям любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Посему старый человек отца и своего, и мать, и перелепится к жене своей, и будут двое однополы. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Представляете? Обычно те, кто обосновывает подчиненную женщину в браке, они цитируют только выделенные красненькими. Но пропускают все обязанности мужчин по поводу любить жену, как Христос церковь, то есть умереть за нее. Либо любить жену, как свое тело, то есть тоже пропускают. Но вот цитируют красненьким и этим обосновывают подчиненные женщины. Но здесь я могу сказать, что, во-первых, это взято из посланий христианам. Это, скорее всего, все боепингов, то есть апостол Павел на самом деле этого не писал. Это фанфик. Вот. Да, но то, что это фанфик еще в церкви доказать надо. И последняя фраза страшная, что надо боиться своего мужа, который явно противоречит просто христианскому учению. Тут надо сказать, что этот глагол греческий, который там был упомянут в первоисточнике, он переведен как боится, имеет несколько значений, в том числе чтить, уважать, заботиться. Но переводчикам так больше понравилось. Вот. И мы получили то, что имеем. Вот. Это наиболее полная инструкция по семейной иерархии сект, что имеется в Новом Завете. То есть, ну, другие там тоже есть небольшие поучения, но они меньше и более склонны к равноправию. Вот. Само наличие брака также не является обязательным для полноценной жизни женщин. В первом послании к Коринфянам, в подлинном, апостол Павел пишет даже, что лучше вообще не жениться, замуж не выходить. Правда, он подразумевает здесь автоматическое отсутствие половой жизни. Вот. Развод тоже запрещен и в Евангелии, и в посланиях. Для мужчин и для женщин одинаково, за исключением причины измены. Это тоже нововведение христианства, потому что до того считалось, что развод возможен, и для мужчины причиной можно все, что угодно. Вот. А женщина не может инициировать развод и должна терпеть. А мужская измена не считалась важной причиной для развода тоже. То есть, считалось, что мужикам нужно. Вот. Необходимость рожать детей упоминается только один раз. Вот. Эта вот эта фраза, она находится тоже в фанфике, которая послание Тимофея, первое послание Тимофея, и противоречит всему, получается, в том, что написано в предыдущих посланиях Павла, в подлинных. И в подлинных, и в неподлинных тоже. То есть, ну, вот вдруг появляется, что женщина должна рожать. Ну, как появилась, так она. Все, ладно. Дальше. Идет тема священства. Да. Вот. Тема женского священства табуирована в Рудской Православной Церкви, потому что, когда аргументов нет, дискуссии проще запретить. Вот. В католической церкви то же самое происходит, а у протестантов, священницы есть, и в некоторых церквях есть женщины-эпископы. Вот это, скорее всего, англиканская церковь. Вот тетенька точно епископ англиканской церкви, остальных не знают. Они такие счастливые. Да, они все очень довольны со временем. Какая вершина карьера. Она аж светится. Вот на ее смотришь, и она же не довольна. В старости. Вот. Сторонники женского священства прибегают к тексту священного писания. Нет уже иудея-язычника, нет раба несвободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все в одном и Христе Иисусе. Также в Новом Завете нигде не говорится, что священническое служение женщинам запрещено. Правда, там вообще ничего про это не говорится. Священническое служение. Вот. Аргументы противников женского священства – это то, что Христос был мужчиной, а священник – это образ Христа. Ну, откуда это взялось и что заключает в себя понятие образ, это не ясно. Поэтому есть допускной аргумент. У женщин есть менструация. Вот. Мы помним, что это. А у кого ранний климакс, нет менструации? Это как бы, что можно все делать? С какого-то возраста можно женщинам все разрешать? Вот. Это об этом чуть-чуть под... Сейчас об этом скажу. Первые века существования церкви были деканисы. Это нижний чин получается. То есть то, что сейчас у мужчин в виде декан. Вот. Тогда до... Ну, до 7 века они существовали, этот институт. Потом приобретился в существовании. Вот. Сейчас есть нечто подобное выпить в эфиопской церкви. Она тоже православная, но эфиопская. Там девочки маленькие прислуживают волкули. Вот. А в России с этим хуже у нас болтает. Женщину не пускают в любом случае. Хотя на самом деле пускают. Есть исключение. Вот. Именно это если женщине столько лет, что у нее точно очень не может быть. И обычно это происходит в женских монастырях. То есть там, где мужчин нет. То же самое было и во время гонений, во время советской власти. Когда мужчины в основном разбежались из всех церквей. И стали женщины. А вот при этом кому-то прибираться. То женщину вот так пускали. Но об этом сильно не афишируют информацию. Чтобы другие женщины не подумали, что им тоже нужно. Также женщинам запрещено читать на службе Евангелия. Послание апостолов читать можно. Такое бывает, когда не хватает мужчин. Вот. Но авторы этого запрета забыли кое-что. Они забыли, что Христос явился в первую очередь женщинам после воскресения. Вот здесь вот он разговаривает с Марией Мудовиной. Говорит ей пойти и рассказать всем апостолам, всем прочим, что он воскрес. То есть это самая проповедь Евангелия, которая как она есть. Собственно, в том она и состоит. То есть если говорить о исторических прецедентах, это именно женщины должны читать Евангелие. А именно мужчины. Но мы сделали как-то все наоборот. Вот. Ну и выводы, которые я могу сделать. Это получается, что реальность церкви соответствует патриархальному обществу, вся эта дискриминация. А вот учение Христа, оно соответствует обществу прогрессивному. И примеры противоречий с феминизмом я нашла целых три. Это неприятие абортов, гомосексуальности и разводов. Впрочем, есть мнение, что не все там так строго, но это другая большая тема, которую тоже можно долго разбирать. Вот. Ну, кроме того, неприятие греха в идеале не должно вести к неприятию грешников, а осуждение запрещено в любом случае. Три противоречия, которые могут быть под вопросом, это не так много, но это теория. На практике же каждый раз приходится спорить и доказывать. Вот. Я думаю, можно сделать вывод, что проповедь Евангелия в свое время настолько не соответствовала существующей реальности, не только по отношению к женщинам, но и многим другим вопросам тоже, что люди просто не смогли ее осознать в полной мере. Нелегко так просто взять и полностью изменить взгляды на жизнь, хотя они и пытались. Также приходилось бороться с обществом, которое не принимает таких радикальных нарушений своего уклада. Поэтому постепенно, особенно по мере того, как христианство становилось популярностью в официальной религии, проповедь Христа становилась недостижимым идеалом, к которому нужно стремиться, но ничего страшного, если мы его не достигнем. И вообще будем делать наоборот. А с другой стороны, именно в христианских странах возник феминизм как движение. В Библии же и осталось первоначальное учение, и люди, которые читали ее и жили в христианской культуре, делали выводы для своей жизни, даже если впоследствии они не были христианками. Вот это то, что я хотела сказать. Спасибо. У меня вопрос. Всегда, когда мне начинают говорить, как я православный человек, когда я задавала вопросы, почему вот столько ограничений, мне всегда говорили, ну, типа ты же читала про Адама и Ева, что женщина во всем виновата, что и выгнали из Раэль. Есть такое, но на самом деле, ну, во-первых, следующая фраза там про то, что он, сейчас я дословно пробую, я не помню ее, но о том, что да, жена с одной стороны вот так, а с другой стороны именно семя жены уничтожит змея, то есть, и то есть, когда Дева Мария появилась, она получается, то есть именно ее сын, Соспристос, уничтожил вот это вот это все, вот эти запреты и ограничения, и поэтому они на нас и не действуют. Вот это с одной стороны, с другой стороны Адам и Ева, они считаются святыми в православной церкви точно, как можно полностью, то есть, обвинять в чем-то святую Еву, это как-то, как-то что-то не то, вот. И все эти исторические появились, обвинения женщин появились в начале новой эры, то есть уже после христианства, но здесь не влияние христианства, а влияние язычества, влияние языческих практик некоторых в обществе, которые были очень популярны, они запрещали секс, то есть, если до этого к сексу относились очень положительно все, то есть, ну, не к незаконному сексу, но вообще в браке, считалось, что там каждый день нормально, а если вот три дня пропущено, то очень плохо, то появлялись такие практики египетского происхождения, в основном, когда воздержание по 10 дней, например. А вот греки, допустим, увлекались этим, и они там страдали вот 10 дней воздержания даже как-то, ну, вообще никак. И вот в культуре такое появилось тогда, обвинение женщин, то есть они свою недовлетворенность они перекинули на женщин, и потом это в культуре как-то закрепилось, а христианство пришло именно с обвинением Евы при этом. И тогда же нарушение, вот то, которое сделали Адам и Еву, то есть, что было нарушение поста, можно сказать, то есть, они съели запрещенный предмет, но оно, получается, раз и стало каким-то сексуальным нарушением, то есть, почему-то стали подразумевать какой-то секс в этом. Этого не было, случайно. Вообще, это очень забавная история, поскольку, вроде как, я насколько понимаю, надо жить по принципу не судите, да не судимы будете, но когда речь заходит про Еву, ах, она такая сякая, вот поддалась искушению змея. Хотя по логике, по сути, если бы там было бы, ну, так вот, если вот, допустим, мы вот верим, что, вот, отойти от атеистской точки зрения, вот, допустим, мы все верим в христианство, и все это было правда там, и Бог существует, если бы Богу было угодно на месте Евы испытать Адама, то скорее бы была бы та же самая история, потому что все люди слабые, но женщины слабые. Ну, Адама слабее Евы, потому что Еву-то искушал змей, правильно? Ну, ну да, опять же, да, опять же. Адама просто Еву искусила. Это все очень забавно, да. А я правильно понимаю, если они святые, то где-то, возможно, есть икона Евы? Есть. Да, скорее всего. Вряд ли она сильно популярна, но все иконы существуют. А я так понимаю, в профессиональной традиции там святые отвечают за что-то, да, там Николай Угодник защищает предшественников, а Евы за что отвечают? Я не знаю. Нету ли? Нет, есть святые, которые ни за что не отвечают. Это тоже святые. Я вот читала, что на ранних этапах раннего христианства очень большой вклад в насилие именно женщины, потому что вроде как, не знаю почему, читала просто, что там было очень много женщин, и они вот прямо на низовом уровне способствовали распространению и укреплению по депутатам. Ну это была первая религия, которая в женщины относилась практически равноправно. То есть вот это их привлекало, они туда шли, в принципе, благодарности надо возносить этим женщинам, это прям очень все это планировалось. Понятно, спасибо. Я читала данную историю про Вера, Надежда, Любовь, мать Исофии, что они действительно, она воспитывала дочек, это как, это настоящая история или нет, не знаешь? И там написано, что их, из-за того, что она их назвала, оказывается именами, которые, ну эти имена сейчас, Люба, да, это просто имя, а раньше это было слово христианских добродетелей, именами христианских добродетелей. И за это на них гонения были, она своих дочерей отдала как бы там, ну как бы, на растерзание, их мучили, мучили, их замучили до смерти, и они не отказались ни от, ну ни от Христа, видимо, что-то такое. И мать на это все смотрела, то есть ее держали рядом, она потом покончила с тобой, что ли, то есть не смогла жить потом. Как все это? Не совсем больше. Нет, я вот, прям коротенькая такая история, не знаю, что-то книжка мне попалась недавно. Я там полистала, такая, думаю, надо же. Такие дети много на самом деле. Я не думала, что прям вот так серьезно. А она, ну, она, правда, про мужа ничего не сказано, о трой дочерей, что-то там так мало, возраст такой маленький, 9-11 лет и, ну, может, 12, совсем маленький возраст у девчонок. И они вот в таком маленьком возрасте так воспитаны были. Это было ранее христианство, там возраст написано, вот, первый век, наверное, после, ну, как, первые, там, сто лет или что. Они еще, видимо, очень сильно прикипели. Вот действительно мать дала детям такое, ну, от себя это же, она воспитывала их в таком ключе христианском, что они впитались в воспитание. И, ну, если это подлинная история, ведь в церкви стоит икона. И, ну, нет, просто сложно следить оптимальности истории, то есть гонение реально было, и реально детей там не жалели тоже. И там вот этих девочек, да, замучили. Сколько у тебя нет, и стоят, просто не знаю. А можешь посоветовать убер-ответов, если, например, мне очень приспичило зайти в церковь в джинсах и без платка, а меня не пускать, что-то можешь такое ответить, чтобы бежливо и отстали? Платок тебе, скорее всего, выдадут. То есть я не могу отказаться? Нет, они были, по личному опыту была ситуация, бабушки чуть ли не выгнали, там, обзывали плохими словами, и было ужасно. Там, в основном, бабушки вот эти начинают спорить. Мне сам священник говорил, что если выгонять каждого, кто пришел в неподобающем виде, то церковь будет пустой, никто не придется. Смотри, если ты придешь сюда без платка, тебе вот, только не сильно, по факту просто. Что, ну, вот я просто отходила от бабушек на какое-то расстояние и стояла в стороне, вот, и все. И они как-то, ну, они потом поняли, что они меня не пробьют. Но можно еще обращаться к священнику, если он нибудь роду есть, и сказать ему, вот, меня не пускают, а почему? Вот, а какое правило я нарушаю, и все такое. Но вообще они чуют, когда человек понимает, куда, ну, что это, и когда не понимает. И если не понимает, то они начнут что-нибудь тоже могут сказать. Ну, вот у нас тут, типа, вот тряпочки, если можно привязать, это будет, типа, лука. Столько лапочка в тряпочке. Понятно. Вот, то есть это сложно. Это вообще очень сложно пробиваемо. Понятно. Есть какие-то догмы, они должны сфолидации, чтобы бабушек было спокойно. А это сложно пробиваемо из-за того, что вот возраст у этих бабушек уже все, уже такой, где ничего нового? Или, в принципе, из-за того, что они привыкли жить по обычаям, и никто из них практически не дочитал Библию до конца. Если они читали Евангелие, это хорошо, но то есть слова апостола Павла, вот, вот, кипы, тоже, допустим, как они относятся к девушкам, или там, про то, что правила вот эти Ветхого Завета отменены, что женская одежда, это женские брюки тоже. И они этого просто не понимают, и они делают просто по накапливанию. Они этого не знают ничего. Вообще, православные очень плохо читают Библию, если бы читали, может, было бы полегче. Вопрос я хотела задать. У нас же, кстати говоря, в принципе, в России более-менее развито богословие, есть какой-то богословский университет. Неужели там подобные вопросы не ставятся? Их ставят, их изучают, а потом про них забывают, и их не используют на практике. То есть вот я вот сейчас сказала про псевдоэпиграфы, да, то есть про фанфики. Даже диссертацию можно по богословию написать. Да, вот эти фанфики, которые в каноне, все про них знают. Вот все знают, что это туфта, написано во втором веке, да, допустим, пастырские послания. Не только наши, это знают иностранные, то есть, ну, все знают. И вот в церковь любой придешь, все истина полностью. Этот священник учился в семинаре, он это в конспекте писал, что это фанфик. Бесполезно. Ну, что, а в чем проблема? Да они переписать не могут? Они не хотят менять канон, во-первых, потому что это сильно тяжело. И потому что вроде как признание неправоты, что ли? Да. Да, причем признание неправоты таких вопросов, которые им очень нравятся. То есть, именно в фанфиках в основном идет это... Удобные законы получаются. Да, удобные законы. Удобные законы. Потому что в подлинных там такого нет. Там ближе к равноправию, причем равноправие мужчин-женщин, равноправие рабов свободных, то есть вот так вот. А в фанфиках там может быть накручено по-минучше. Они поэтому пользуются для обоснования. У шаманов это он проще. Достиг возраста, как бы, фертильности. И все, и пошел в шамане, дальше будем бить. А тут никогда нет ничего. Как-то там даже, ну, не знаю, на праве больше получается. Шаманство подошло, но правда ли? Изначально. Еще у меня позднее зажигание. Я хочу дополнить. Вот Ксюша сказала, что шаманство перенимало вот эти христианские практики, может быть, даже и мусульманские. Мне доводилось присутствовать на шаманских ритуалах. И меня заставили надеть платок, надеть, ну, прикрыть колени там. Мне кажется, это, несомненно, православное влияние. Ну, колени, это, конечно, буддизм. В этих буддийских храмах в Тайванде все. А, да. На колени, да. На платок, да. Вот это что-то православное. Буддисты, наоборот, считают, что голова должна быть открыта. То есть два влияния перепривись таким интересным образом, а на что не ссывались? Нет, ни на что не ссывались, просто так принято. Все женщины должны быть в платках, там, мужчины без. А если внутри православной церкви деятели, не прихожане, которые бы не были против уборки? Или это прям вообще вот такое единственное место, где они все единогласны, да? Они не могут возражать, потому что, ну, реально, серьезные вопросы. Политический вопрос. Нет, там не политический вопрос, там богословский вопрос. Но они, как бы, есть размышления святых на эту тему, такие достаточно длинные, но там тоже сложно. И там они никогда их особо не оправдывают, с другой стороны, некоторые их особо и не осуждают. То есть там многоуровневые вещи, многоуровневые вещи такие, которые там сразу не скажут, что они не будут. Но, в общем, оправдание точного нет ни у кого, но осуждение точно у кого-то есть, у кого-то нет. Спасибо. Еще вопросы? у меня там еще надо ее найти. Так-то просто. Ой, я думала, сейчас мы поняли. Так, вот, первая палка. Ну, это да. Ну, это да. Ну, потому что для меня было удобно еще найти. Поехали. Так. Так. Хорошо, закрою.